Здравствуйте, наши дорогие слушатели! После некоторого перерыва мы опять возобновляем наши передачи исследований Священного Писания. Мы приносим извинения, что мы пропустили этот квартал, но на сегодняшний день я могу сказать, что в следующем квартале будут исследоваться довольно интересные, как всегда, истины. Они будут называться «Истины для настоящего времени» в книге «Второзаконие». Вот такая обложка. Как и всегда, ведущим у нас будет Артур Голстян, поэтому я хочу задать ему несколько вопросов. Здравствуй, Артур. Здравствуйте. В каком формате будет проходить наше исследование? Это очень интересный вопрос, Константин, ты сейчас задал. Я долго думал над этим вопросом, поделился с братьями, и все-таки мы пришли вот к такому выводу, что на этот раз мы будем придерживаться не пособия, а скорее всего мы будем исследовать уже саму книгу «Второзаконие». Почему? Я объясню. Потому что в пособии больше представлены темы. Вот, допустим, первая тема, она взята из первых трех глав, потом может быть скачок быть на 28 главу. Я это приблизительно говорю. Но нет вот такого контекстуального экзогетического анализа книги «Второзаконие». И поскольку сама эта книга не пользуется такой популярностью, нужно это признать. На слуху, да, не так часто. Не так часто мы слышим проповеди из книги «Второзаконие», то я бы хотел все-таки не упустить такую возможность именно исследовать с первой главы и ее хронологической последовательности. Как здесь говорят, степ-бай-степ. Да, степ-бай-степ. Естественно, мы не сможем охватить опять все главы, потому что там больше глав, поэтому мы будем группировать некоторые главы, возможно, некоторые будем опускать, которые не имеют жизни или принципиально жизненного значения сегодня для нас. Но все-таки я думаю, что вот этот подход, он даст более такую полную информацию о самой этой книге. Что касается тех, многие же нас, которые слушают, они также являются учителями, наверное, в своих общинах. И вполне возможно, некоторые темы, они не будут совпадать. Ну вот, например, да, вот в пособии, допустим, рассматривается тема благословения и проклятия, это 28-я, где-то 29-я главы, да, а мы, возможно, в это время будем исследовать, ну, например, пятую главу, и как быть вот учителям. Естественно, для них это будет небольшое такое затруднение, но я хочу сказать следующее, что, в принципе, никто не испытает ущерба. Только по той одной причине, потому что сегодня есть очень много каналов, которые рассматривают субботнюю школу именно по пособию, то есть те люди могут исследовать все эти вопросы, но и не упустить, конечно, возможности присоединиться именно к нашему каналу, потому что мы будем конкретно исследовать книгу «Второзаконие», что не будут делать все остальные каналы. Да, хорошо, а чем так интересно будет книга «Второзаконие» для настоящего времени? Да, Константин, ну вот я уже отметил, что, во-первых, это непопулярная книга, она, вот можно сказать, что какая-то забытая книга. Вот даже если вот задать вопрос, да, или вот любому человеку, вот я вам задам вопрос, вот 10 заповедей где написаны, в какой книге? «Второзаконие» или вообще? Вообще. А, вообще, в книге «Исход» 20 главе и в пятой главе книги «Второзаконие». Да, вот вы сейчас отметили, поскольку у нас речь идет о книге «Второзаконие», вы вспомнили, что во «Второзаконие» тоже есть 10 заповедей, но в целом, в целом, согласитесь, если даже задать вот этот вопрос любому христианину, все отметят книгу «Исход», и никто даже не подумает, что в книге «Второзаконие» содержатся те же самые законы, правда, с некоторыми изменениями, в частности, что касается субботнего дня. Но об этом мы будем говорить все в процессе нашего исследования. Я хочу сказать, что эта книга очень важная, только по одной простой причине, что Новый Завет более всего ссылается на книгу «Второзаконие». Приблизительно, если я не ошибаюсь, 81 ссылка приводится из книги «Второзаконие». Поэтому, если для апостола, для Христа эта книга представляла такую ценность, значит, они видели в этой книге нечто то, что, к сожалению, многие сегодня не замечают. Да, спасибо, Артур. Я не буду больше задавать вопросов, оставлю это на потом, эти вопросы. Я могу сказать только одно, друзья, что кроме того, что мы будем исследовать книгу «Второзаконие» степ-бай-степ, глава за главой, вот так вот последовательно, мы планируем, может быть, кого-то из вас включить в исследование через Zoom. То есть вживую, в тот момент, когда у нас будет идти запись, вы будете вместе с нами участвовать в этой записи. Присоединяйтесь к нам, подписывайтесь, делитесь своими друзьями, знакомыми. Мы будем рады видеть вас вновь вместе с нами на исследовании Священного Писания. Благословения у вас в этом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok